Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – Запорожский и Ордан. Подготовка города к масштабному празднованию Крещения Господня. Как не нанести вред организму омовением в крещенской купели. В воскресенье 19 января на центральном городском пляже Запорожья пройдет масштабное празднование одного из главных православных праздников – Крещения Господнего. По традиции в этот день на берегу Днепра соберутся тысячи запорожцев, они примут участие в праздничном молебне, а самые решительные совершат омовение в крещенской купеле. К масштабному мероприятию готовятся городские коммунальные службы, спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи. Подробнее рассказать об этом мы попросим наших гостей. Первого заместителя городского головы Запорожья Дмитрия Александровича Свиркина. Начальник отдела по связям со СМИ, работе с общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области, подполковника службы гражданской защиты Юлию Владимировну Барышеву. А также заведующую Центром аллергологии и клинической иммунологии областной клинической больницы внештатного аллерголога-иммунолога Управления здравоохранения облагосадминистрации Наталью Ивановну Каргальскую. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовлено соответствующее распоряжение городского головы с задачами касательно обеспечения надлежащей подготовки и проведения самого праздника. В том числе эти задачи касаются не только коммунально-технических служб Запорожского городского совета, но и ряды других учреждений и организаций с тем, чтобы мы комплексно подошли к решению вопросов подготовки этого праздника, обеспечили максимальную безопасность в ходе его проведения, а также комфорт и удобство жителям нашего города. Итак, хотел бы остановиться на некоторых моментах. Одна из основных задач – это обеспечение надлежащего санитарного состояния как территории центрального городского пляжа, так и прилегающей территории. Соответствующие бригады будут дежурить до, в ходе и после проведения праздничных мероприятий с тем, чтобы случайный мусор не портил настроение гостям и участникам праздника и святого освещения в Днепре. Кроме того, в случае ухудшения погодных условий и выпадения осадков в виде снега будет задействована дополнительная техника в части уборки самого снега как к подходам и подъездам к центральному городскому пляжу, так и на территории самого центрального городского пляжа. Если будет при этом лед в акватории, то он будет убран водолазной службой для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность купающимся. Кроме того, на территории центрального городского пляжа будет установлено 10 биотуалетов. Биотуалеты будут установлены непосредственно вблизи с опорной стенкой, а также на верхней площадке набережной магистрали. Будет установлено около 10 контейнеров. И, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к нашим жителям, гостям праздника, о том, чтобы все-таки они соблюдали, в том числе и санитарное состояние, и мусор выбрасывали непосредственно в установленные контейнеры. Кроме того, будет установлено три полевые кухни на верхней площадке набережной магистрали, которые будут раздавать жителям нашего города и гостям праздника чай, горячий чай. Кроме того, хотел бы отметить, что на территории самого центрального городского пляжа будут установлены 4 палатки для обеспечения возможностей комфортного переодевания гостям праздника. В этих палатках будут установлены лавки, и в этих палатках будут установлены настилы. То есть всем желающим купаться в этот день будет обеспечена нормальная, хорошая возможность спокойно переодеться с соответствующими удобствами. Кроме того, на верхней площадке возле кафе «Веселый Роджер» будет установлена емкость с питьевой водой, где каждый желающий может набрать соответствующую воду в честь этого праздника. Это также будет предусмотрено. Хотел бы отдельно остановиться на том, что не только на момент проведения праздничных мероприятий и обряда освещения во Днепра будут дежурить спасательная квартира вдоль акватории Днепра вдоль береговой линии центрального городского пляжа, но и также в ночь с 18 на 19 число мы знаем, что достаточно много жителей нашего города непосредственно уже после полуночи выходят на центральный городской пляж и купаются. Так вот, и в ночь с 18 на 19 число будет обеспечено дежурство спасательных катеров, а также будут установлены автономные источники освещения прибрежной полосы с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций. Накануне праздника спасательной службы будет обследована акватория одна с тем, чтобы исключить возможности травмирования людей посторонними предметами, которые могут находиться непосредственно в воде. Также будет обеспечено дежурство двух автомобилей скорой медицинской помощи. Я отдельно хотел бы остановиться на организации движения общественного транспорта в период проведения праздничных мероприятий. Если позволите, я, пользуясь случаем, зачитаю те автобусные маршруты, которые будут продлены до остановки набережной. Итак, 19 числа с 10 до 15.00 будут продолжены автобусные маршруты к остановке набережной по проспекту Ленина через остановку Бульвар Шевченко. Маршрута номер 65 – это Бородинский рынок проспект Металлургов. Маршрута номер 82 – это арматурный завод проспект Металлургов. Организованы дополнительные маршруты по улице Победа – это набережная Никопольский поворот по маршруту номер 58. Набережная – хлебозавод номер 5 по маршруту номер 36 – улица Микояна – набережная через улицу Украинская, проспект Ленина и Бульвар Шевченко. То есть по этим маршрутам и на указанный период времени будут обеспечены комфортный, удобный подвоз жителей и всех желающих, которые захотят посетить этот праздник. Отдельно бы я хотел остановиться на самой церемонии, на самом обряде святого освящения Днепра и на том торжественном молебне, который будет проходить в это время. Будет установлена специальная сцена и помост, будет установлена звукоусиливающая аппаратура, а также экран, который будет в прямом эфире в режиме онлайн транслировать все происходящее для того, чтобы как можно большее количество жителей и гостей нашего города могли непосредственно принять участие в этих торжественных мероприятиях. То есть все желающие посетить этот праздник смогут воочию увидеть все это торжество, все эти торжественные мероприятия, которые будут проходить на сцене. На сегодня практически все организационные мероприятия отработаны, отражены в протокольных поручениях, отражены в распоряжении городского головы. На сегодня уже начинается работа по подготовке непосредственно установки тех объектов, которые будут там находиться. И я думаю, что за сутки до момента проведения праздника мы можем обеспечить уже стопроцентную готовность к его проведению. Добрый день, шановные коллеги. Напередодні свята водохрещі рятувальники будут переведены на посиленный варіант несения службы. Вже починаючи з 18 сечня ми будем проводить чергування у всіх містах, визначенных для купания. Перш за все в місті Запоріжжя – це центральный пляж Ждановский, а також пляж на правом березе, біля плотины, там, где находится третя рятувальна станция. Це два місця, які офіційно напередодні буде перевірено дно і вжиті всі заходи, аби люди не травмувалися. Також за погодженням з головами райдержадміністрації Запорізької області будуть визначені місця на території Запорізької області для проведення цього свята в районах та містах Запорізької області. Аби це свято не затмаряло приємні враження, ми закликаємо перш за все на передодні уважно порадитися з лікарями, чи можна проводити такий обряд омовіння, тому що за станом здоров'я є деякі протипоказання. І аби не нашкодити власному здоров'ю, обов'язково проконсультуватися з лікарями. Далі ми закликаємо в жодному випадку не купатися у невстановлених місцях, тому що на дні можуть знаходитися залишки деревини, металеві, а також залізобетонні конструкції. Це може призвести до травмування людей. Крім того, ми не радимо і закликаємо не вживати спиртних напоїв під час проведення цього обряду, тому що алкоголь може негативно вплинути на здоров'я людини і призвести до небажаних наслідків. В жодному випадку не дозволяти самостійно дітям проводити цей обряд і батьки повинні розуміти, що діти повинні бути під контролем дорослих. Обов'язково при виявленні бажання здійснити цей обряд обирайте безпечне місце. В холодну воду не можна підпірнати одразу, тому що може статися або серцевий напад, або судини. Крім того, холодна вода може викликати переохолодження організму, а все це може призвести до небажаних негативних наслідків. Тому закликаємо запоріжців та мешканців області бути уважними і обережними під час святкування водохрещі. Купання в прорубі тому що це все зв'язано з спазмом сосудів, давління резко повишається, учащається число сердечних сокращений і усіливається число дыхательних движень. Люди, маючи патологію індокринної системи, це і сахарний діабет, це і заболівання щитовідної желези. Беременні жінки, люди, у котрих в анамнезі було наблюдення по поводу ІП-припадків, люди, у котрих є проблеми з сторони почек, а також аллергія на холод. Тому що всі ці осложнення, які вследствие переохлаждення, вони можуть викликати ухудшення самочувствия. Звісно, необхідно пропагандувати здоровий образ жизни, щоб люди, які пійдуть купатися в прорубі, вони должны знайти, що якщо вони систематично займалися спортом, вели активний здоровий образ жизни, це пряма дорога, звісно ж, купатися в прорубі. Якщо є якісь протипоказання, рекомендуємо временно воздержатися для того, щоб не навредити своєму здоров'ю. Дмитрий Александрович, випадок вам. Скажіть, пожалуйста, ви сказали, що на набережні буде стояти їмкость з питьевой водою, буде ли какая-то проверка на наличці, на наличці, на наличці, на наличці, на наличці, на наличці, на питьевой води, це перший питання. І по поводу стоянок для транспорта, тому що дуже багато буде пользоваться личним транспортом, предусмотрено ли це? По поводу соответствия требований действующих санитарных норм той питьевой води, которая буде находиться в питьевой їмкости. Я, если возможно так сказать, да, во время записи пресс-конференции, то у нас возник спор непосредственно на набережной автомагистрали, когда мы проводили вызовно-оперативное совещание, в части того, что в тот момент и в тот день воду можно будет пить из Днепра. На самом деле в їмкости будет находиться не днепровская вода, в їмкости будет находиться вода, соответствующая санитарным нормам, она будет туда завезена коммунальным предприятием «Водоканал», она пройдет все этапы санитарного обследования на сегодня в соответствующий механизм действий поручения, отработанное с государственной санитарно-патилемиологической службой города Запорожья. И в том числе после перелития в ёмкость там тоже будут проведены соответствующие замеры на соответствии требованию действующих санитарных норм. По поводу качества и безопасности воды мы можем вам обеспечить и гарантируем 100% безопасность и качество той воды, которая будет находиться в ёмкости. Что касательно парковок, это действительно достаточно сложный вопрос. И пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к нашим жителям, жителям города, ко всем тем, кто будет принимать участие в этом празднике, по возможности не использовать свои личные автотранспортные средства, потому что количество и возможности парковочных мест на этом участке набережной магистрали достаточно ограничено. Поэтому с учетом тех продления маршрутов, которые будут работать на момент проведения праздника, я думаю, что каждому жителю будет достаточно удобно добраться, в том числе и на общественном транспорте. Но тем не менее работниками госавтоинспекции будет обеспечена регулировка и парковки автомобилей тоже. Поэтому, я думаю, отсутствия не будет никакого дискомфорта для всех тех наших жителей, которые захотят принять участие в празднике. Ещё один вопрос по поводу торговых точек. Будет ли там предусмотрена торговля вообще, что будет там в продаже и будет ли предусмотрена торговля бутылированной водой или пластиковыми бутылками или какой-то тарой для набора этой воды, которая будет? Значит, в районе проведения праздника на верхней площадке набережной магистрали будет обеспечена торговля, в том числе она будет осуществляться торговлей бутылированной водой. На сегодня соответствующие поручения управления торговлей Горсовета и Рженкизской администрации поставлены. Единственное, что одним из основных условий является то, чтобы торговля не мешала свободному проходу и доступу всех желающих принять участие в празднике непосредственно к центральному городскому пляжу. Поэтому торговля будет размещаться на верхней площадке с левой стороны от центрального городского пляжа. Юлия Владимировна, уже не первый год массовые такие мероприятия в день крещения. Скажите, были ли случаи какие-то негативные, что кто-то там нырнул не туда или как-то проблемы? И как много будет катеров дежурить, если они будут дежурить, ну для того, чтобы спасать людей, если вдруг понадобится? У нас, на счастье, таких трагічних випадков не зафіксовано під час проведения свята водохреща за последние три года. И мы можем сказать, что начиная с нуля годин, с 18 на 19, уже начинают люди приходить на центральный пляж, чтобы совершить эти купания даже без предыдущего освящения вод Днепра. Тому на чергуванні будут находиться рятувальники, которые будут оснащены всеми необходимыми рятувальными засобами. Кроме того, на территории Запорізької области будут проведены в боевую готовность все катери и засоби для надания допомоги потопильникам. А это близко 150 одиниц не только рятувальных катеров, а и засобов, так как рятувальники, круги и так далее. Тому біля каждого визначенного места будут находиться рятувальники, которые будут обеспечены всем необходимым. Даня Ивановна, скажите, пожалуйста, а если родители тянут воду детей, расскажите о влиянии на детей холодной воды. И второй вопрос. Говорили о предостережениях, но есть ли какая-то польза от покупания? Именно от этого до купания в этот святой день. Значит, самое первое, касательно первого вопроса в отношении деток. Конечно, если ребеночек часто и длительно болеющий, если он наблюдается у педиатра с какими-то хроническими заболеваниями или находится с вирусной инфекцией в настоящее время, это категорически запрещается. Показания для того, чтобы купать ребенка в проруби, мы можем как бы временно сейчас воздержаться от них. Мы рекомендуем, как все врачи, закаливать ребенка. Методику, специфика это четко рассказывает врач непосредственно, педиатр, который наблюдает этого ребеночка с первых часов жизни. Поэтому комментарии в отношении купаться, не купаться деткам, рекомендуем, конечно же, воздержаться. Я говорила в первом комментарии по поводу именно закаливания. Вот закаливание – это постепенная, так сказать, адаптация нашего иммунитета к неблагоприятным факторам окружающей среды. В настоящее время это в данной ситуации холод. Поэтому только вот эта постепенная адаптация закаливания, она дает положительный результат. То есть опять существуют определенные схемы, отсутствие противопоказаний. Вот это во благо. А закаливание, когда человек целый год жил и не соблюдал здоровый образ жизни, конечно, это не является показанием для купания в проруби. Дмитрий Александрович, а лично Вы планируете искупаться на крещение в проруби на Днепре? Я стараюсь вести здоровый образ жизни. К сожалению, возможно, я не придерживаю схемы закаливания организма, но непосредственно в этот святой праздник. Я хочу сказать, что он для меня, прежде всего, я думаю, как и для большей части жителей нашего города, всей страны, планеты, является более духовным, нежели физическим. Поэтому попросить у друг друга прощения, омыться, испить этой святой воды, это действительно очистить свою душу, настроение, свои мысли. И я думаю, что как раз этот праздник и в этом году я посвящу именно в таком контексте для себя. Но тем не менее, я на сегодняшний день, на самом деле, планирую купаться. Юлия Владимировна, 4 дня осталось до самого праздника. Есть ли у Вас прогноз уже гидрометцентра? Потому что общественники первые, наверное, получают прогноз. И в случае, есть ли вдруг и будет ли мороз? Ну, за попередними данными гидрометцентру, мы можем сказать, что начиная с завтрашнего дня мы спостерегаемо деякое снижение температуры до мінусовой в ночи, но на самом свято прогнозируют нам плюсовую температуру. Плюс 3-4 до 7 градусов. Но это попередние данные. Гидромет ошибается за 2 часа. Скажите, пожалуйста, вот так вот исторически сложилось, что славянский народ, когда ему холодно, он прибегает к алкоголю. Совместимо ли купание в холодной проруби с алкоголем? Нет, несовместимо, так как при погружении тела в холодную воду проходят определенные реакции в организме человека. То есть сужаются сосуды, а алкоголь, мы знаем, имеет свойство их расширять. То есть вот такой диссонанс, сузились и расширились. То есть это наоборот усугубит состояние, этот человек теряет уже и может потерять контроль над ситуацией. Поэтому категорически запрещается и злоупотреблять алкоголем, и употреблять алкоголем перед купанием в проруби. Спасибо большое. У Дмитрия Александровича еще есть слово. Если позволите, даю завершение. Хотел бы опять же в пользу случаем пригласить всех жителей, всех гостей нашего города принять участие в празднике крещения в обрядах Святого Священия в Днепре, в торжественном молебне. Еще раз подчеркнуть о том, что праздник самого крещения – это не процедура купания в Днепре или в открытых водоемах. Это духовный праздник. Поэтому каждый абсолютно житель нашего города в случае своего желания может принять участие. Я думаю, что получит достаточно большое удовольствие для себя, для своих детей, для родных и близких, приняв участие в этом празднике. Поэтому я приглашаю всех наших жителей принять участие в этом светлом и священном празднике. Благодарим наших гостей за исчерпывающий ответ, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok